Проще говоря. Сегодня все прогрессивное человечество отмечает День соседей. Аккуратно в последнюю майскую пятницу. Народная мудрость утверждает, что у нас их семь на неделю. Так почему одно не отдать на хорошее дело? Давайте жить дружно. Официально впервые об этом задумался француз Антонасий Перрифан. Он с помощью спонсоров устроил праздник для своих незнакомых соседей. Заодно нашел работу для нескольких безработных. Организовал домашние детские сады. Помог нуждающимся материально. Уже почти 20 лет как День соседей официальный международный праздник. В нашей стране традиции общинности, добрососедства и помощи всем миром гораздо глубже. Помогать не за деньги, но по совести. Россия просто бы не выжила без этого в многочисленных войнах и революциях. Каждый советский человек помнит эту трогательную картинку. Дедушка Ленин с бревном. Народ на эту тему шутил, но на субботники ходил. А еще студенты ездили на картошку. Инженеры на сенокосы и ваще базы. Сооружали хоккейные коробки во дворах и стадионы в деревнях. Это было нормально. Нас зачастую весело и под баян. Денег особо не считали. Дело-то общее. Вспомнили? Ну, а как же. Капиталистическая революция изменила все. Слово «субботник» взяли на вооружение жрицы любви. Бесплатный труд в пользу крышующих их трудовые будни. На рубеже веков традиция настоящих субботников стала возрождаться. Они уже не назывались ленинскими. Весной все бюджетники во главе с первыми лицами выходят на уборку зимнего мусора. В помощь коммунальщикам. И вот уже лет пять идею «Дня соседей» подхватила наша новая правящая партия. В планах мероприятий и отчетах тысячи обустроенных детских площадок, скамеек и других элементов благоустройства. Все это делается в рамках разных проектов. В том числе закладывается в программу так называемого народного бюджета. То есть люди на сходах сами определяют, что им важно обустроить в первую очередь. Сколько и чего они могут сами выложить, сколько даст партия и правительство, и сколько бизнес подкинет. Кстати, в народно-бюджетном процессе активно участвует наш общероссийский народный фронт. Это такая серьезная общественно-государственная организация. В этой программе «Добрососедство» по отчетам и показателям коми в лидерах по России. И это справедливо. Действительно, многие соседи в проектах участвуют и результаты видят. Соседи, конечно, бывают разные. Есть среди них и тихие, и буйные, меломаны, и алкоголики, хулиганы и матерщинники. А есть и ответственные люди. Иногда они собираются и сообща пытаются что-то хорошее сделать именно по-соседски. Так недавно в Визинге за круглым столом собрались главы сельских поселений Сысылы, Кайгородка и Прелузия. В таком формате главы сельских поселений сразу трех районов встречаются нечасто. За последние пять лет это лишь второй круглый стол. Одни знакомы лично, другие заочно. Но общие темы для обсуждения искать не надо. Диалог получается живой. Головная боль властей на местах – мусор. После массовых субботников стало ясно – откладывать решение этой проблемы больше нельзя. Здесь не помешала бы помощь предпринимателей. В сельских районах малый бизнес доказал, что готов брать на себя любые сферы обслуживания. К примеру, в Визинге именно предприниматель оказывает полный перечень ритуальных услуг. А в соседнем Кайгородке для жителей погребение – большая проблема. Живем здесь мы, да? Жалуемся, что у нас улицы не убраны, дороги плохие. Мусора очень много. В то же время решение этих проблем возможно. Возможно, в самом лучшем случае на уровне небольших сельских поселений, где народу немного и каждый друг друга знает. Как видим, очень многое, особенно на селе, можно и нужно делать сообща. От похорон до решения вопросов с мусором. Здесь чисто экономические приоритеты работают не всегда. Отдельному предпринимателю просто невыгодно заводить бизнес, например, чтобы вывозить мусор из деревни в 20 домов за 40 километров. Года три назад идея народного бюджета казалась утопией. Как-то не очень уверилась, что уже привыкшие жить каждой за себя граждане сумеют скинуться на общие дела. Оказывается, не разучились. Размеры народного бюджета растут год от года. И тут, конечно, главное, чтобы вот на таких сходах соседи по-доброму и разумно определились, что им важнее поправить в первую очередь. То ли спортплощадки, то ли кладбище, то ли с мусором разобраться окончательно. Тут впору не день и не месяц, а десятилетия соседей объявлять. Так что всех нас с полезным праздником.